Вести Карачаева, Черкесия Руководитель региона Рашид Тимрезов принял участие в приеме граждан в режиме видеоконферент связи, который по поручению президента страны провел полномочный представитель президента страны в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайко. В видеоприеме принял участие житель хутора Фроловского Зеленчугского района Валерий Брянцев. От имени жителей сельского поселения он озвучил просьбу по реконструкции фельдшерско-акушерского пункта в Фроловском. Данный вопрос уже находится в проработке. Мы приняли решение о строительстве нового пункта в хуторе, рассказал глава республики Рашид Тимрезов. По его словам, уже готова проектно-сметная документация. К 1 сентября досрочно будет сдан ФАП и налажена система маршрутизации больных с Зеленчугской центральной районной больницей. Корпорация малого и среднего предпринимательства провела открытый диалог с предпринимательским сообществом Карачаева-Черкесии. Старший советник генерального директора корпорации Виталий Машков рассказал про инструменты поддержки малого и среднего предпринимательства. До 25% увеличена квота на закупки у малого и среднего бизнеса крупными компаниями с госучастием. Предпринимателям также доступны три антикризисные программы кредитования. Всего за первые пять месяцев этого года малый и средний бизнес республики получили финансирование на общую сумму 279 миллионов рублей. На 84% вырос объем закупок крупных компаний с госучастием у малого и среднего бизнеса Карачаева-Черкесии. За первые пять месяцев текущего года крупнейшие заказчики компаний с госучастием заключили договора о закупке с малыми и средними компаниями нашей республики на общую сумму более 1 миллиарда 400 миллионов рублей. Прирост относительно аналогичного периода прошлого года составил более 84%. Впервые Всероссийский конкурс молодежных проектов в этом году пройдет в Карачаево-Черкесии на базе высокогорного форума «Махар». Об этом рассказал ректор Карачаево-Черкесского государственного университета имени Умара Алиева Таусултан Узденов. Наш проект, имеющий достаточно богатую интересную историю, уже на всероссийском уровне признан и заявка наша прошла, поддержанная. Теперь на базе этого форума, Махарского форума, будет проводиться форум по отбору социальных значимых проектов, молодежных проектов. Это очень престижно для молодежной политики нашего университета, естественно для нашей республики. Хочу поблагодарить наше министерство молодежной политики. Программу бесплатных поездок на такси для ветеранов Великой Отечественной войны запустили во всех регионах страны, в том числе и в Карачаево-Черкесии. Она будет действовать до конца текущего года. Воспользоваться услугой ветераны из числа инвалидов и участников Великой Отечественной войны могут вне зависимости от цели поездки. Главное условие – номер телефона ветерана или его официального представителя должен быть известен Управлению социальной защиты населения республиканской столицы. Он будет использован в качестве идентификатора для подтверждения тарифа ветеран. 17 июня этого года услуга заработает в Черкесске. Для заказа такси обращаться по телефону Управления социальной защиты населения города 26 14 17. Операторы горячей линии Карачаево-Черкесского отделения Пенсионного фонда России с начала года помогли 24 000 граждан, комментирует информацию руководитель пресс-службы отделения Пенсионного фонда Республики Анна Шаганова. За пять месяцев 2022 года специалисты горячей линии отделения Пенсионного фонда по Карачаево-Черкесии помогли получить ответы на вопросы, связанные с пенсионным обеспечением и мерами социальной поддержки более чем 24 500 жителей Карачаево-Черкесии. Чаще всего граждан интересовали темы назначения индексации пенсии, социальных выплат на детей, получения материнского капитала. В топ самых частых обращений граждан вошли такие вопросы, как срок выплаты пенсии, результат рассмотрения заявлений на ежемесячные пособия, оформление справок и документов, использование электронных сервисов Пенсионного фонда. Жители Карачаево-Черкесии стали активнее пользоваться услугами горячей линии. Каждый может получить информацию по всем вопросам, связанным с мерами социальной поддержки, по телефону 8 800 600 02 91. Режим работы – понедельник, пятница с 8 до 17 часов. Получить консультацию жителей региона также могут, написав обращение через онлайн-приемную на сайте Пенсионного фонда. Работы 16 авторов из Карачаево-Черкесии включены в антологию художественной публицистики народов России. В Черкесске прошла презентация данного издания. Антология – уникальный социально значимый просветительский проект, способствующий укреплению межнациональных связей и развитию межнационального сотрудничества. Издание включает произведения 134 авторов на 45 национальных языках народов России, обзорные статьи и биографические материалы. Среди них – работы авторов из Карачаево-Черкесии. В год столетия Карачаево-Черкесии откроется экспозиция в Красногорской сторожевой башне XIX века. Об этом рассказал директор государственного Карачаево-Черкесского историко-культурного и природного музея-заповедника имени Марии Байчоровой Хаджимурат Ильканов. – Хочу сказать, что мы, как часть Министерства культуры Карачаево-Черкесской республики, мы музеи имеем в виду, одними из первых начали осуществлять эти мероприятия. В этом году у нас экспозиция, постоянно действующая на Красногорской башне по плану. Красногорская башня тоже, естественно, один из наших, я надеюсь, будет передовых филиалов, так же, как и Музей памятник защитникам перевала Кавказа. Потому что он находится на федеральной трассе, и не только у гостей Карачаево-Черкесии, но и у местных жителей очень большой интерес к этому объекту, всем хочется зайти на территорию. А мы планируем и обустроить, благоустроить и внутри дворовую территорию, и создать еще постоянную экспозицию в самой башне. Карачаево-Черкесия поднялась на 26-ю строчку федерального зачета в национальном экологическом рейтинге регионов России по итогам весны 2022 года, улучшив при этом ряд своих показателей сразу на 4 пункта. При этом республика вошла в число двух регионов Северокавказского федерального округа, в которых наблюдается положительная динамика в природоохранной деятельности. Сводную таблицу, где проанализирована экологическая ситуация в 85 субъектах страны, опубликовали в канун Всемирного дня окружающей среды. В целом по стране самым благополучным субъектом была признана Тамбовская область. Курганные могильники эпохи Средней Бронзы исследует группа специалистов в Карачаево-Черкесии. За изучение этого объекта археологи планировали взяться давно, однако к раскопкам приступили только сейчас, потому что в ближайшее время здесь планируют провести работы по расширению дороги. И это была последняя возможность специалистов изучить содержимое. Пока что им удалось обнаружить семь погребений. К сожалению, не везде останки предков удачно сохранились. Тем не менее, работы у антропологов предостаточно. Достопримечательности Карачаево-Черкесии появились на почтовых открытках, которые выпустила в оборот Почта России совместно с Ростуризмом и Русским географическим обществом. В почтовую коллекцию вошли фотокарточки с красотами 20 российских регионов, включая Карачаево-Черкесию. Причем для каждого субъекта выпущено 5 вариантов открыток с разными достопримечательностями. Об этом рассказала начальник черкесского почтамта Аминат Шедакова. Более тысячи тиражей. Эти карточки можно приобрести абсолютно во всех отделениях Карачаевой-Черкесской республики. Также за Карачаевой-Черкесской республикой можно приобрести в Москве. Преимущество этих карточек заключается в том, что они все выполнены в одинаковом стиле. То есть для людей, которые коллекционируют сувениры с разных регионов, это отличная находка. Народный фронт в Карачаево-Черкесии предупреждает жителей республики о том, что в социальных сетях активно распространяется дедостоверная информация, связанная со специальной военной операцией на Украине. Посты и статьи, порочащие честь и достоинство наших военных, разоблачаются практически ежедневно. Комментирует информацию член регионального штаба Народного фронта в КЧР Денис Струговцов. Хочу обратиться с предостережением к нашим людям. За последнее время, точнее за последние три месяца, кратно увеличились случаи в сети интернет появления недостоверной информации. Так называемые фейки появляются как грибы после дождя, и связано это с проведением нашей страной специальной военной операции. Ложь о наших вооруженных силах поступает из специально созданных западных структур. Низкопробные фейки распространяются гражданами либо из преступных целей, либо просто по незнанию. Напоминаю, что по новому российскому законодательству за это предусмотрена административная и уголовная ответственность. Прошу вас проверять информацию, прежде чем ее пересылать кому-либо. А лучше всего получать информацию из официальных источников наших СМИ и органов государственной власти. В Черкесске прошел благотворительный фестиваль «Забег ради жизни» в поддержку онкобольных детей. Мероприятие проходит под эгидой главы Карачаева Черкесии Рашида Тимрезова в пятый раз, и в этот раз в нем приняли участие более 400 жителей республики. Участники пробежали от улицы Первомайской по проспекту Ленина до пересечения с улицы Умара-Алиева. За все время проведения фестиваля удалось собрать 800 тысяч рублей и помочь 27 семьям. С 10 по 12 июня впервые в Тиберде пройдут соревнования по северной ходьбе. Состязания состоятся в усадьбе Тибердинского национального парка. Участники мероприятия будут состязаться в двух дисциплинах – гонка 5 километров и эстафета 2 на 2. В рамках турнира пройдут и фан-заходы на 1 километр для детей и взрослых. В микрорайоне Московском в этом году появится первая в Карачаево-Черкесии долгожданная умная спортивная площадка, оснащенная камерами и системой учета посетителей. Об этом рассказал первый заместитель министра по физической культуре и спорту Ахмед Агапсов. Мини-стадион, чтобы было понимание, там присутствует легкоатлетическое ядро, есть футбольное поле размерами 60 на 30, будут установлены антивандальные тренажеры, также будут установлены тренажеры-воркаут. В комплекте оборудование предусмотрено и наличие баскетбольной и волейбольной площадок. Таким образом, здесь, скажем так, любой желающий может найти свое на этом стадионе. Мы планируем, что данный объект у нас будет завершен примерно к осени, в зависимости от темпов, работ, зависимости от каких-то погодных условий. 12 июня на Республиканском ипподроме состоятся конно-спортивные соревнования, посвященные Дню России и столетию Карачаево-Черкесии. В рамках скачек пройдут пять заездов на лошадях чистокровной английской верховой породы и один заезд на лошадях трех лет и старше. 11 июня во Дворце культуры имени Умара Хабекова у Лахабес состоится первенство Карачаево-Черкесии по вольной борьбе, посвященное памяти мастера спорта СССР по вольной борьбе заслуженного работника сельского хозяйства России Юрия Аргунова. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, завтра по Карачаево-Черкесии переменная облачность. Вечером и во второй половине дня в отдельных районах кратковременный дождь, гроза, ветер восточный 6,11 метров в секунду, при грозе порывы до 15-18 метров. Температура воздуха 25 до 30 градусов, в горах местами плюс 15-20, сильный дождь с градом. В Черкесске без существенных осадков, ветер восточный 6,11 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до 30 градусов. Радио России. Карачаево-Черкесия. На правах рекламы. Общество с ограниченной ответственностью Вулкан требуются операторы оборудования, электромонтеры, прессовщики, подавальщики. Черкесск, Пятигорское шоссе 23, 8 938 038 84 37. Это все новости к этому часу. С ними вознакомил у Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Вы слушали Радио России. Карачаево-Черкесия. До новых встреч.